Ладуга закончила работу над масштабным проектом по разработке электронной архитектуры, электрооборудования, электромобиля. Данный проект выполнялся по заказу Санкт-Петербургского политехнического университета. Наши коллеги более двух лет назад предложили нам поучаствовать в данном проекте. Основной заказчик проекта – публичное акционерное общество КАМАЗ. Заключил договор с политехом, а мы являлись основным подрядчиком, выполнявшим работы по разработке электронной архитектуры и проектированию, изготовлению электрооборудования. Работы по проектированию кузова, интерьера, экстерьера легли на наших партнеров из Санкт-Петербурга. Финальная сборка автомобиля осуществлялась в Белоруссии, город Минск, на смежном предприятии. Первый этап был полностью посвящен разработке планов работ, описанию продукта, так называемому Product Definition. Мы формировали повестку, из чего должен состоять автомобиль, что мы должны в нем спроектировать. К концу первого этапа мы сформировали перечень документов и блоков, которые должны были родиться в ходе нашей работы. К таким блокам можно отнести, например, блок кузовной электроники BCM, блоки, связанные с управлением движением, силовая часть – это тяговый электродвигатель и аккумуляторная батарея, блок управления движением VCU, ряд блоков, выполняющих вспомогательные функции. На втором этапе началась основная работа по проектированию этих блоков и их взаимоувязки, чтобы наш продукт в конечном итоге выполнял те функции, которые мы на него возложили. Автомобиль имеет подготовку под интеграцию компонентов ADAS, это система помощи водителю, которые можно увидеть на многих современных автомобилях в топовых комплектациях. Например, в данный автомобиль можно будет легко внедрить автоматический адаптивный круиз-контроль, систему старт-стоп, стоп-энд-гоу, систему, помогающую водителю в случае нештатных ситуаций избежать аварии. На втором этапе закончилась разработка теоретической частью. Подготовлен огромный массив документации, в том числе принципиальная схема, технические требования на компоненты, проработка программно-аппаратной части. На третьем этапе все изготовленные ладугой блоки были собраны и протестированы на нашем стенде. Затем этот стенд был разобран и вновь собран уже в составе тестового образца. В этом нам помогли наши партнеры из Минска и Санкт-Петербурга. Данный продукт является все-таки прототипом, демонстратором технологий, который в будущем можно будет реализовать, например, по такой же схеме заказчик-исполнитель. В том объеме работ, который мы обусловились выполнить перед нашими партнерами, ладуга выполнила все 100% работы. Это теоретическая часть, разработка отчетной документации, практическая часть, изготовление блоков, помощь в изготовлении прототипа, его калибровка. Полученный прототип работоспособный, но пока без АДАС. Что касается возможных перспектив сотрудничества с КАМАЗом, необходим диалог с КАМАЗом. До сих пор мы не общались напрямую, но так как сейчас раскрывается вся информация, что работа совместная, три партнера участвовали в проектировании, разработке, изготовлении данного электромобиля. И то, что основная работа по электрике и электронике выполнена специалистами ладуги на 95%, это точно. Остальные 5% это координационная работа со стороны Политеха. Поэтому да, с КАМАЗом стоит вести такие диалоги, так как электротранспорт сегодня у всех на устах. Это то, что включено в дорожные карты по цифровой экономике в нашей стране. И скорее всего КАМАЗ и ведущие автопроизводители будут уделять внимание, так как за дел есть, за дел совместный. Нужно обсуждать перспективы сотрудничества, в том числе и по применению компонентов АДАС. КАМАЗ